Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Мариной. У нее очень особенная судьба в Канаде, и мы бы хотели как раз об этом поговорить. Марина, расскажите немного о себе, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие зрители. В первую очередь хочу поблагодарить Бориса за предоставленную возможность выступить здесь, и хочу немножко поделиться об ужасах судебной системы Канады. Сегодня я хочу говорить о гражданском праве, и мне не хочется сравнивать судебную систему Канады с судебной системой России, потому что, к счастью, я не знакома с судебной системой России, я в Канаде с 90-го года, и Канада считается одной из лидирующих стран в смысле демократии, и поэтому я считаю, что этот вопрос актуален. Люди, которые не сталкивались, к счастью, с судебной системой Канады, видят все через розовые очки. Первое, что я хочу поднять, это работа адвокатов. 99% адвокатов в Канаде преступники. Их главная задача не защитить клиента, не выиграть дело, а просто ограбить, забрать как можно денег, как можно больше денег. Но где это видано? После школы, только что после университета адвокат, который практически не имеет никакого опыта, начинает 300 долларов в час брать с клиента, и на это еще накладывается 13% таксов и выше. Более знающие адвокаты берут 500, 600, 700, доходит до 1000. Это общий известный факт. И почему не поставить какой-то барьер к их оплате? Ведь многие люди работают 50 долларов в час, это очень хорошая работа, и вы должны быть квалифицированы специалистом, закончить университет. Почему эти кровопийцы имеют право обирать людей? Я не знаю ни одной профессии, которая давала бы возможность брать деньги за дорогу на работу. Значит, когда адвокат едет в суд, вы еще оплатите ему, ну, возможно, тысячи долларов за то, что он приехал на место своей работы. Да. То есть, что такое деньги для меня, я считаю, может быть, кто-то со мной не согласен. Деньги не растут на деревьях. И мы не можем, как в сказке про Буратино, посадить и потом собрать урожай. То есть, деньги, мы отдаем за деньги нашу жизнь. Мы работаем. Посмотрите, как некоторые люди работают тяжело. Мне всегда ужасно жаль людей, которые работают на улице, мастят дороги или на стройках. Не все имеют, как говорится, работу белых воротничков. То есть, люди за деньги отдают свою жизнь. Час, день, годы жизни. И, значит, судебная система Канады позволяет просто людей убивать. Я два раза была в мясорубке, в ужаснейшей мясорубке. У меня было два гражданских дела. Каждое длилось по три года. Адвокаты меня раздевали. Я поменяла на первом деле троих и на втором деле троих. Уже имею, так сказать, опыт. Причем они берут... Ты позвонил что-то спросить, занял звонок три минуты, но они тебя не будут брать деньги за три минуты, потому что ты их оторвал от какой-то другой важной работы. Они потратили свое драгоценное время, значит, они тебе возьмут деньги за 15 минут. То есть, твой звонок тебе будет стоить как минимум от 100 до 200 долларов. Просто трех-пятиминутный звонок. Ну, разве это не грабеж? Все судьи сами были адвокатами, то есть, они все прекрасно знают, как это все работает. И все эти дела длятся годами. Еще один, дорогие друзья, факт, о котором, возможно, вы не знаете. Лгать в суде, поднявшись на стойку свидетелей, давать показания, положить руку на Библию, сказать, я клянусь говорить правду и ничего, кроме правды. И сразу же после этой фразы вы можете начинать лгать. Совершенно безнаказанно. Вы можете лгать, допустим, сейчас зима, говорить, что сейчас лето. Или, например, если вы делите имущество, вы можете прибавить 5 лет к сроку своего брака, хотя, может быть, вы даже не были в Канаде в это время, и у противоположной страны есть документы, но вы можете это утверждать. И вам за это абсолютно ничего не будет. То есть пострадавший человек, которого судят, ничего не может сделать с этим враньем. Возможно, он, в конце концов, и выиграет дело, но это займет годы жизни и огромную сумму денег. Я не знаю, как это может быть в такой демократичной стране, как Канада, и почему судебная система не пересматривается. Борис, вы знаете, сколько, когда идут корни вообще в тех этих законах, как далеко, те англосаксонские? Наверное, где-то в Средневековье. Да-да, конечно. Я написала о своем опыте жизни в Канаде книгу. Она показывается наоборот. Называется она «Цена красных роз. Невыдумая история о любви, предательствах и несостоявшемся заказном убийстве». То есть судебные издевательства довели меня до совершения преступления. Но о криминальном судопроизводстве мы поговорим в следующий раз. Эту книгу я также перевела на английский язык, на русском, на английском. Я еще автор еще одной книги. Но это потом. Сейчас мы говорим о судебной системе. Значит, если идет раздел имущества, я опять-таки не знаю, как может быть такой несправедливый закон. Закон Канады позволяет, если вы прожили с человеком пять лет и более, забрать у него половину всего того, что этот человек накопил за всю жизнь. Возможно, для многих это сюрприз. Если вы подадите иск против мужа или жены, и у вас, например, ничего нет. Значит, у ответчика арестовывают все. Арестовывают дом, арестовывают все вклады. И как он будет содержать недвижимость, которая арестована, на что он будет жить, никого не волнует. Малоимущий, который начал это дело, может получить бесплатного адвоката и пособие, Валфор, и спокойненько себя ждать, пока бесплатный адвокат ему отсудит хорошую порцию. Ну, вот разве это справедливо? Однажды один молодой человек, адвокат, не будем называть его имя, когда я так же вопрошал, разве это справедливо? Недовольно скривился и сказал, вы что в суд за справедливостью пришли? Вот это точно. А в другой раз, и это неоднократно возмущался, в другой раз он сказал, ну что ж, мир несправедлив. Я тоже слышала, что это несправедливо, но таков закон. Хорошо, если закон несправедлив, почему его не изменить? То есть судебное производство в Канаде – это просто театр абсурда. Начинается все с церемонии, все друг к другу кланяются, выходит судья в черной мантии, с красной лентой. Сбоку, поперек тела, все так чинно. И потом выходит свидетель, кладет руку на Библию, клянется говорить только правду, начинает просто нагло врать вообще. Все что угодно. Ну Марина, а что в этом нового? Мы не читали Керала, мы не читали Керала про Алису в стране чудес, Алису в зазеркале, как там ее там судят, как там все то же самое. Это традиции, британские традиции, уходящие действительно своими корнями в раннее средневековье. Посмотрите, кстати, если у вас выдержат нервы, есть такой сериал «Закон Герроу» о как раз уголовном суде в Англии 17 века. Так они там ни за что всех вешали подряд, по ложным обвинениям, по таким, по этим. Поэтому они вообще считают, что раз они перестали вешать, так они святые. А что вы себе думаете? Ну правильно, они отбирают у людей просто жизнь. Не, ну представьте себе, это же один и тот же говнюк, который уже почти тысячу лет всех душит. И вдруг он под конец стал более или менее гуманным. То есть продолжает душить, но не насмерть. И он вообще считает, что он даже очень гуманно исправился. Вы понимаете? Нет, я с вами совершенно согласен. И, кстати, вы себе скребете на задницу опять, потому что я вот так насчитал вам уже года на два. За оскорбление ее величества. Все, что вы сегодня сказали, уже тянет вам еще на два года. Честное слово. Не говоря уже об административной ответственности, но здесь вы институт адвокатуры оскорбили. Сказали, что допустимо в канадском суде лгают под присягой и прочие всякие абсурдные с их точки зрения вещи, которые, вот допустим, какой-нибудь русскоязычный адвокат будет смотреть нашу программу, рассердится на вас, напишет на вас жалобу. Начнут опять следствия. Вот так. Вас не приучили говорить точно. Завуалировано. Точно. То есть вы говорите настолько неточно, что, как говорил Решилье, достаточно и шести слов, чтобы человека повесить. Я говорю из своего собственного опыта. Я писала жалобы в общество адвокатов. Я понимаю вас. Это абсолютно бесполезно. Это все. Я вам скажу, что я вкусил немало удовольствий того же сорта. В кавычках удовольствия. Да, и что можно сказать? Единственный способ, как можно ладить с этой системой, это валять дурака с ними в унисон. Вот эти, кого вы описываете, выходят и лгут, они валяют дурака с системой в унисон. Система не любит умных. Система не любит тех, кто задает вопросы. Судьи вообще не любят умных. То есть вот если вы приходите и умничаете, если у вас осмысленный взгляд. Вы правильно говорите. Если у вас есть какие-то вообще соображения, если вы можете связанно сказать два слова, то ваш оппонент, абсолютная быдлая придурок, выиграет дело, даже если оно абсолютно проигрышное. Насколько вы правы? Тот же самый молодой адвокат просто поражался. Говорит, да быть не может, чтобы присудили противной стороне. Да там же вот, ну вообще. А вот так. Потому что судья не любит умных. А я не только показал осмысленный взгляд, но еще и сказал два каких-то логичных слова. Вообще любая логика, любой здравый смысл губителен для этой системы, как свет для вампира, как вода для ведьмы. То есть ни в коем случае там нельзя обсуждать вещи по существу. Это просто смерть системы. Поэтому всегда надо пытаться валять дурака. Ну хорошо, валять дурака и платить своему адвокату дикие деньги. Кстати, вы настолько правы, потому что у меня был случай, то есть... Милая Марина, я приспособился за 20 лет к этой стране, знаете как? У меня нет ничего. У меня вообще ничего нет. Мне нечего бояться, мне нечего терять. Если меня посадят, желательно в федеральную, там неплохо кормят, разные программы, не надо беспокоиться за съем, меня будут исправлять, мне уже давно надо исправить. Понимаете? Я с вами в одну камеру. Мы с вами будем вести философские беседы. Нет, в одну нас не посадят, естественно. Вы можете сказать, что вы женщина, я могу сказать, что я мужчина. Я так себя вижу. Тогда меня посадят женщинам, а вас посадят мужчинам. Нет, я хочу с вами в одну камеру. Кстати, вы настолько правы, что нельзя быть умным. У меня, например, было гражданское дело, когда мой бывший муж, который стал меня судить за все, что у меня было, то есть совершенно он подал фальшивый иск, каждое предложение было ложным. Марина, ну это же естественно, потому что вы помните у Остапа Бендера, когда он шел через границу в самом конце, в золотом теленке, и его румынские пограничники увидели, что у него все бриллиантно, и закричали «Бронзулетка!» помните? Вот вы были такая бронзулетка. Если бы это был не тот, кто это сделал, то это был бы следующий. Был бы не следующий, был бы пятый, был бы седьмой. Вы красивая, умная женщина, вы хотите общения, вы хотите личной жизни. Вы бы встречались, и рано или поздно вы бы наткнулись на того, кто просто совершенно спокойно делает это уже не один раз. Потому что вы бронзулетка. А вот я никому не нужен. Я теперь тоже никому не нужен. Ну вот мы счастливые люди. С меня даже анализы нельзя взять, потому что они будут не очень-таки хорошие. Понимаете? И в этом есть свое счастье. Счастье невладения. Счастье вот упорного такого стойкого стояния на всех своих ногах твердого на самом дне. Не, ну я все равно хочу донести до людей историю своей жизни. Я с удовольствием. Как не сойти с ума. Это все описано в моей книге, через что я прошла, и как я со всем боролась. И что система меня не сломала. Я думала, что вы можете делать со мной все, что угодно, но вы не заберете мое отношение. Вы заберете мое собственное достоинство. Я вам это не позволю. Система требует быть подобной в себе. Система подлая, лицемерная, извращенная и питающаяся на новичках. Те, кто опытен в этой системе, он начинает уже ей манипулировать. Вот эти вот все какие-то совершенно нонсенсные оправдания, если человеку надо отложить, и он знает, что сказать. Совершенно глупое, когда все понимают, что он абсолютно врет, и судья это прекрасно принимает все равно. Что все время цепляться к процедуре, но ни в коем случае не говорить по сути вопроса. Не умничать, а подставлять своего противника, провоцируя его на то, чтобы он умничал. Ведь все дело в том, что когда появляются два человека, кто-то должен понравиться судье, или кто-то должен сильно не понравиться судье. Вот в этом все. У нас же независимый суд. Суд-то у нас независимый. Вот они и развлекаются. Сидят, и если нету никаких других резонов, смотрят. Им не нравятся умные. Потому что умные – это смерть их системы. Вот. Поэтому им нравятся придурки, идиоты, лгуны. Всякие люди с тяжелым моральным прошлым. Тоже им очень нравятся. Особенно они очень любят делать неожиданные вещи. У них же законотворчество. То есть вот сидит человек и творит законы своими решениями. А потом сотни лет на основе его решений будут принимать такие же решения. Ну да, это как английский. Это не то, что у вас там парламент сидит, или кто-то там король сидит. Не, нифига. Просто вот он у себя тут сидит в моей кортрум и творит законы. В этом суть прецедентной системы. Бог и царь. Да еще если он уже это делает 30-40 лет, да за зарплату 200 тысяч долларов в год. Ну, скучно человеку. Скучно. Понимаете? Ясно, что на том свете там ничего хорошего не ждет. Это уж он точно догадывается за нарушение заповеди «Не судите, не судимы будете». И Кригер быстро догонял Марину в сроке наказания за все, что он говорил. Диспредитация суда, института судей. Ой, кстати, у меня был случай. Кригер себе обеспечивал зимнюю квартиру, поэтому наглел, безмерно наглел. У меня был случай, то есть мой бывший муж меня судил, я уже начала говорить, и потом мы перешли на какую-то другую тему. Ну, каждое предложение было ложь. Он получал welfare, писал, что он зарабатывал по 120 тысяч в год и содержал меня. Ну, то есть полная нелепость. И у нас был контракт о заключении брака. Он был подписан не у адвоката, а это называется kitchen table. То есть при свидетелях подписан дома. Он говорил, что он этот контракт не подписывал. И все это мое дело длилось более трех лет. То есть он надеялся, что я ему быстренько, чтобы не связываться с судебной системой, потому что он знал, что я очень травматизирована, я уже через это прошла один раз. Он думал, что я ему дам деньги, и чтобы это прекратить, как добровольно договориться. Так вот, когда у нас был суд, первым делом я когда вышла к стойке свидетелей, встала за нее, и я открыла рот. Вот, как вы говорите, неправильно, не любят они. Я сказала, хорошо, если дело об этом контракте, имеет он силу или не имеет, почему мое дело должно быть... Нельзя так разговаривать. Почему должна была заплатить дикие деньги адвоката? Почти ссылаться на законы, на контракты перед судьей нельзя. Потому что, когда вы это делаете, у него сразу есть желание показать, кто здесь главный. Не, ну, кстати, у меня была хорошая судья, потому что я это дело выиграла, но я открыла рот, я сказала, почему, если дело все только в действительности этого контракта, почему должна быть пресс-сеттлмент-конференц, по-русски как это сказать, предварительная конференция о договоренности, потом сама конференция о договоренности, потом предварительный суд и потом еще суд, а между ними еще огромное количество всяких других дел. Ну, почему не начать с контракта? Моя адвокат была вот в таком цвете, как больше нету. Знаете, самая лучшая тактика – это молчать, хлюпать носом, и желательно, если вы женщина, значит, все время пускать слезу, но не шумно. Иначе это будет раздражать. И обязательно проверить, нет ли у адвоката артрита. Если есть артрит, то этого делать нельзя, потому что артрит не любит сырости. Не знаю, Борис, это не на мой характер, то есть я страдаю за свое. Мои знакомые говорят, что ослины, у тебя упрямство, но я не могу преклониться. Я считаю, что когда над тобой издеваются, понимаете, просто пойти на поводку. Я заметил, что с этими системами можно только валять дурака. Понимаете, только валять дурака. И пытаться ударить по системе самой системы. То есть, знаете, как борцы, которые используют инерцию самого своего партнера. Вы не можете ее отдалить. Но вы можете уворачиваться и валять дурака. И тогда эта система сама себя уронит. Борис, эта система позволяет людям подавать фальшивые иски совершенно безнаказанно. То есть, человек, который ответчик, если у этого человека есть какие-то деньги, он автоматически становится целью. Становится жертвой. А вы не знаете, что есть адвокаты, ну не у нас, конечно, в стране, а в Соединенных Штатах, которые просто берут и сканируют все тайтлы, проверяя, у кого не записаны моргиджи. И потом направленно устраивают судилище против тех, у кого дом выкуплен и свободен от моргиджи. Вот и все. Вплоть до того, что туда идет какой-то человек, вам что-то передать, специально падает, изображает, что он получил сотрясение мозга у вас на этих самых... Это не смешно. Сотрясение мозга невозможно ни опровергнуть, ни доказать. У него потеря памяти. Он молодой человек. Он зарабатывает в это время 30 тысяч долларов в год. Получается, там у него что, за 10 лет это 300 тысяч, а до пенсии ему еще 50 лет. Это 5 и 3, сколько получается? Полтора миллиона долларов, туда-сюда. Вот вам иск на 2 миллиона. А дом у вас... У вас он как раз 2 миллиона стоит. Прекрасно. Вот так и делается. Поэтому давно говорят, что нельзя и не надо держать выкупленную проперть. Да, кстати, я не могу сказать, что это совет, это, наверное, предостережение. То есть иск можно подавать при любых обстоятельствах. Допустим, у вас был заключен брачный договор даже у адвоката. Вы всегда можете подать иск, сказать, что у меня была депрессия, у меня были обстоятельства, я не осознала, что я думала. Вы всегда можете обескровить своего противника, подавая на него иски. Особенно, если вы пользуетесь в семейном праве, можно пользоваться легалейд. Вот. А тому придется защищаться, если у него есть какая-то собственность, значит, можно на что-то рассчитывать. Это перспективно. Но если у него ничего нет, то это бесперспективно. Поэтому в какой-то момент я понял, что в этой стране, в этом мире ничего не надо иметь. У нас очень хорошая социальная система, у нас есть фудбанк. Но не дай бог. Что, не дай бог, я сейчас только от фудбанка и питаюсь. А что? Вон в Берри дают прекрасно курицу и что там еще дают. А что такого-то? Ну, у меня был приют, я не боюсь бедности. Мне даже в ней как-то комфортнее, что ли. Да, безопаснее. Да? Да, еще что я хотела сказать, что, допустим, в Канаде, если вы получили свидетельство о разводе, не радуйтесь. Потому что свидетельство о разводе и раздел имущества – это совершенно разные вещи. То есть после развода в течение двух лет вы еще можете ждать сюрприз, что у вас бывший муж или ваша бывшая жена подаст на вас суд на раздел имущества. И даже если вы подписали так называемый separation agreement, тоже вы можете сказать, я не знала, что я подписывала, у меня была депрессия, у меня был стресс. У нас в стране вообще не любят тех, у кого… Кошмарная система, кошмарная. Вообще не любят, когда у кого-то что-то есть, понимаете? У них же это не принято иметь. И поэтому, как бы, действительно делиться надо. Что это такое? С адвокатами. Нет, ну с адвокатами-то это понятно. То есть обычно, вот, допустим, если есть конфликт, один отсуживает, у другого 50 тысяч. Все 50 тысяч, в конце концов, уйдут на ведение процесса. Естественно. Вот, не тот, кто отсуживает, ничего не получит, и тот, который этот самый, все потеряем. Это обычный сценарий, который бывает. Ой, я где-то видела картинку коровы. Мужчина тянет ее за хвост, женщина тянет ее за рога. А адвокат в робе, в которой они ходят в суд, сидит на скамеечке и ее дует. Вот так оно есть на самом деле. И, кстати, если адвокат, у меня был такой случай, что один адвокат, то есть цену накрутил, там уже было около 150 тысяч, ничего не... Но позвольте все-таки сказать, быть справедливым, что, да, система ужасная, да, есть некоторые адвокаты нехорошие. Но есть люди, которые пытаются этой системе противостоять. Вот тот же молодой адвокат, о котором я все рассказываю. Есть, есть. Я столкнулась с хорошими, честными, порядочными адвокатами. Они могут и бесплатно сделать, они могут и в суд бесплатно поехать, и то сделать, и то сделать, да. Бесплатно, не знаю. Но они хотя бы болели за исход дела. Так о чем я вас хотела сказать? По молодости могут. А, значит, этот адвокат был счет где-то на 150 тысяч долларов, безо всякого результата. И я тогда еще не имею опыта, обратилась к другому адвокату, чтобы они подали в суд на пересмотр счета. Ну, что вы думаете? Этот пересмотр счета длился, то есть это было как бы заседание, ну, не в суде, а в специальной комнате. Вот, Марина, вот подумайте, как бы была иной ваша жизнь, если бы у вас никогда ничего не было? О май гад. Ну, смотрите, вот я сейчас живу, да, снимаю дом за почти две тысячи и сдаю три комнаты. Эти деньги, которые мне дают три жильца, покрывают не только съем дома, но еще все счета и еще мою машину со страховкой. То есть я живу бесплатно, машина у меня получается бесплатная. Я езжу в фудбанк, готовлю для этих жильцов и их тоже посылаю в фудбанк так, чтобы нам давали продуктов, чтобы нам хватало всех. Получается, что я могу жить и не платя ничего за еду. Вот вам коммунизм. И я занимаюсь любимым делом. Я сижу и делаю свои передачи, пишу поэму, еще чего-то. И все. Я только сейчас пришел до такой жизни. А действительно, а что в этом такого? Опять вы меня перебили. Не, ну вот серьезно, посмотрите, серьезно, это принципиальный вопрос. Мой психолог тоже бесплатный, потому что мне за аварию положили. Вот. А я его настолько развлекаю, что он уже три раза срок продлевал. А говорит, что это нехорошо, мое отношение к деньгам неправильное, что надо меняться. А я никак не могу понять, почему надо меняться. Ну вот даже вот образ жизни, который вы ведете сейчас, вы говорите, у вас ничего нет. А если бы вы начали с этого и прожили бы счастливую жизнь, ничего не имея? Не, ну мой жизненный опыт, во-первых, вот две книги, одна на русском, вторую я перевела самостоятельно на английский, это у меня заняло где-то год. Вот у меня еще книга написана, это короткие истории о людях, которые добились успеха, но не финансового. Они стали адвокатами для людей бесправных, то есть организовали всякие общества, это биографии людей. И сейчас я готова к печати еще две книги, то есть на английском. То есть мой жизненный опыт дал мне толчок в другое направление. Я бы никогда не стала писать книги, если бы это со мной не случилось. Так все-таки я хочу рассказать нашим слушателям, что если вы думаете, что ваш адвокат накрутил какую-то дикую сумму денег, и вы с помощью другого адвоката, потому что вы не знаете, как это сделать, будете пытаться вернуть хотя бы часть, так вот моя история была так, из 150 тысяч долларов была скидка 36, а 30 я заплатила адвокату, который вел дело. И мое участие, потому что я должна была тоже в этом участвовать, я должна была ездить на эти заседания, то есть я заработала 6 тысяч долларов. Хотите, я вам быстренько проведу терапию? Вот сейчас представьте себе, что у вас где-то на швейцарском номерном счете 10 миллионов долларов. Представьте, об этом никто не знает. Даже я. И код есть только у вас. Нет, лучше даже биткоин. У вас в биткоинах 10 миллионов долларов. И код известен только вам. Как изменится ваша жизнь от этого? Никак. Никак, да. Ну и что? Ну, это уже совсем другой философский вопрос. Это, в принципе, счастье, это то, что у нас в голове. Ну, если они такие у нас дурные стали. То есть, действительно, возможно, в старые времена можно было остаться на улице, в других странах можно остаться голодными, да, и прочее. Сейчас получается, что нет, тут этого нету теперь. Они обеспечивают, я, кстати, не на этом. Ну, сейчас всем давали по ковиду, конечно, помощь и прочее. Да. Самое интересное с этим фудбанком, что неважно, какие цены на продукты. Бесплатное, но не дороже бесплатного. Что так, что эдак. Понимаете? Мы все равно превратимся в прах. И наша гордость очень дорого стоит. И чем быстрее мы научимся попроще ко всему относиться, тем счастливее будут оставшиеся наши дни. Я это не вас получаю, это я себя получаю. Хотя мой психолог говорит, что надо менять отношение к деньгам. Ну, я уже сказала в начале нашей с вами беседы, что я считаю, что деньги – это жизнь, потому что в обмен на деньги мы отдаем часы, дни и годы своей жизни. То есть как можно поменять отношения? И куда без денег? Ну, что я делал с тем, что я зарабатывал? Я отдавал бывшей жене, предыдущей до нее жене, а нынешней жене, еще куче всяким. И в конечном итоге получается, что… То есть я – это труба, через которую проходили деньги. Я должен был все время упираться роботом. Ну, а как смысл-то в чем? Ну, не знаю, мы уклонились, по-моему, от темы совершенно… Нет, это очень правильная тема. Мы говорим о том, как можно справиться с этой системой. Скажите мне, что эта система сможет сделать человеку, как мне? Ничего. Ничего. Человеку, у которого ничего нет, очень легко бороться с этой системой. Потому что взять у вас… Кроме того, обратите внимание, заключение для мужчины стоит 10 тысяч в месяц, для женщины – 11,5 тысяч в месяц. То есть около 120 тысяч в год обходится государству, содержание одного заключенного. Ну, к чему это? Мы сейчас такую тему… Мы говорим к тому, что получается, что если они захотят, скажем, преследовать того, у кого ничего нет, да? Вот, допустим, человек взял, заработал миллион, и немедленно его всего продул. Ну, кому как. На проституток, туда-сюда, весело. Налогов не заплатил. Тюрьму. Государству придется заплатить еще 120 тысяч, чтобы его содержать один год в тюрьме. Понимаете? То есть нонсенс получается. Ну, зато здесь так устроена эта система. Я не знаю, если можно… Не сажают, не сажают. Только 200 криминальных дел в год по налогам. Да, ну вы имеете в виду по налогам, а вообще-то сажают и еще как сажают. Нет, там-то да, сажают. Ну, почему не посажать? Практически без разбирательства. И опять-таки, какой у тебя будет адвокат? Не знаю, я вот с этим ковидом, я сижу в подвале своем и не выхожу никуда. Чем это сильно отличается? Ну, я тоже веду очень замкнутый образ жизни. Я одна. Правда, у меня есть… Я не уклонился от этих самых… Мы не можем реформировать систему, мы не можем изменить этот мир. Ну, хорошо, мы не можем, но ведь как-то надо поднимать этот вопрос. Ну, вот скажем, в бедных странах, там, где нет хорошей социальной системы, да, там опасно вести себя так, как веду себя я. Можно очень легко остаться на улице и голодным. А у нас, да, у меня был приют, я увидел, как люди живут, как кто крутится. Поэтому, кстати, они и систему такую имеют. То есть, если вот взять нашу систему, она считает, что иметь деньги – это плохо. Если у тебя есть деньги, надо у тебя их отобрать. Надо быстренько отобрать, да. Смотрите, можно отобрать налогами, можно отобрать вот этими вот судами, можно отобрать еще как-нибудь. Но вот вы не замечали в судах, что судья не любит того, у кого есть деньги? Ну, меня не любили, да. Меня не любили. Не любили, может быть, за это и не любили за мое отношение. Потому что весь этот театр абсурда начинается с этих церемонных поклонов. А потом я уже забыла эту фразу. Ой, 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 гай, блэй, зе квин, и самсенька. Еще что-то там про... А я стою и думаю, у меня в голове матерные слова. Ваша королева тут не считает. Вот вы еще на пяток лет наскребли себе. У меня это было написано на лифте. Оскребление королевы. Я написал книгу «Разочарование правосудия», но я там не указываю, о каких странах я имею в виду речь. А вы так открыто. Во всяком случае, да, эти факты необходимы, чтобы люди знали, чтобы у них не было иллюзий. Что фраза «Я подам на тебя в суд» звучит как средний палец. В смысле «Подавайте на меня в суд» звучит как показывание среднего пальца. Человек, который знает эту систему и уже приспособился к ней, ему пофиг. Понимаете? Ему совершенно пофиг. И действительно, в прежние времена были другие какие-то вещи. Не было такого слежения. Человек мог пропасть гораздо легче. Его было труднее отследить. Но сейчас есть другие вещи, которые легче. То есть вот можно занять такую позицию, и ничего ты с ним не сделаешь. Ничего нету, и все. Съел. Да, так что, дорогие мои зрители, будьте очень осторожны. Замуж не выходите, не женитесь. Это вообще отдельный вопрос. Подумайте много раз, да, потому что это все чревато просто кошмаром. И даже брачный договор может вас не спасти от судебных тяж. Но если у вас ничего нет, то никаких тяж не будет. Да, или если вы бедный, значит, выбирайте себе пару такую же. Ой, значит, они людей просто как бы отворачивают вступление в брак вот этими вот законами. Ну, безусловно. Ну, как можно после пяти лет совместной жизни отобрать у человека половину всего, что этот человек скопил за всю жизнь, и, может быть, ты унаследовал от своих родителей, бабушек, дедушек, неважно от кого. Проживи пять лет, половина твоя. Ну, что это за закон такой? Ну, это традиция. У нас common law, основанная на традициях. Вот я смотрю сериалы про Старую Англию. Там вот есть это, лейтенант Шарп, такой сериал. Он воевал 10 лет, скопил 10 тысяч фунтов, женился. Она, он не вернулся из боя, остался в пивной, там у него какие-то дела были, а обещал, что он сразу вернется. Она обиделась, уехала в Англию, сняла все его деньги и их потратила. Он 10 лет за них воевал, а она все потратила. А, еще завела себе любовника, разумеется. Традиционные вещи. А, кстати, в России, по-моему, все, что нажито до брака, не делится. Вы не в курсе? Да я не в курсе. Чего тут в курсе? Я просто никак не могу понять. Вот я такой тупой человек. А зачем это все нажитое? Что? Куда вы его денете? Ну, помните, как это... Кто это сказал? Николин. Жить хорошо, жить хорошо, еще лучше. Да я не уверен, что... Когда у вас что-то есть, вы что, лучше живете, чем когда у вас ничего нет? А в чем проявляется это лучшее живание, лучшее жижение, жизнь лучше? В чем? Ну, я, например, вспоминаю какие-то эпизоды, когда у меня было довольно-таки благосостояние. Я не могу сказать, что я была более счастлива, чем я счастлива сейчас. Но, во всяком случае, у меня были возможности, которых сейчас у меня нет. И уже само осознание, что у тебя есть возможность что-то сделать, как бы делать тебя более уверенным. Я бы, например... Ну, сейчас из-за этого ковида это все уже, тема эта закрыта. Вот именно, все уже закрыто. Обратите внимание. Посмотрите мир, да, я мало где была. Ну, вот. Кстати, я много где был, и вам скажу, смотреть там нечего. Смотрите по интернету, да? Да, кстати. Вот мой двоюродный брат, весьма состоятельный человек, залез на Килиманджару в день своего 60-летия. Четыре дня подымались, чуть не помер. А я посмотрел фильм про то, как туда залазят. Получил удовольствие. Тоже длинный фильм. Устал. Так, значит, что мы скажем нашим дорогим зрителям? Значит, дорогие зрители. Ну, а что им сказать? Делайте так, чтобы у вас ничего не было. Вы будете счастливы. Это, что ли, наше сообщение? Ну, мое, да. Я пока не могу найти ни одного резона, почему надо что-то иметь. А я хочу предостеречь... Я не знаю, делайте все, что угодно, только избегайте быть, не дай бог, ответчиком в этих судебных исках. Потому что... Вы думаете, истцом быть лучше? Страшнейшая мясорубка. Истцом быть ничуть не лучше. А что, истцом, если вы истец с бесплатным адвокатом, что вы теряете? Ничего. Истец. Это очень страшная система. Страшная. Ну, я вам скажу, что вы теряете. Бывает, что оставляют с двумя детьми, без средств существования. Да еще выпинывают в ту же Украину с этими детьми. И им там есть нечего. А дети начинают болеть тяжелыми болезнями. А отец не хочет помогать ничем. Ну, меня, например, решением сюда лишили дома, в котором я прожила 13 лет и владела. А у меня банк продал. Выкинули на улицу. Но это не банк, это решение сюда. Иди живи на улицу. Деньги все арестовали, дом отобрали. Все пошло к адвокату на специальный счет. Трастфан, так называемый. Где справедливость? А справедливости вообще нет. Как можно принять судье такое решение? У нас независимый суд. Он может принять любое решение. Но они перестали вешать. И это очень большой плюс. Ладно, хорошо хоть, слава Богу, на этом. Ну что, дорогие зрители, я думаю, что мы будем с вами прощаться. Так что мое предупреждение, пожалуйста, имейте в виду. Ни в коем случае не связывайтесь с судом, с адвокатами. Потому что многие думают, то я найму адвоката. Я не знаю, какие у вас проблемы, может быть, необязательно раздел имущества. Много всяких в жизни проблем. И люди думают, вот я пойду к адвокатам. Бывает раздел имущества. Бывает просто раздел. Раздел. У вас будет раздел. Хорошо. Спасибо, Марина. Если вы выдержите еще раз меня, то потом расскажите о своих уголовных злокурьях. О, да, это еще одна тема. Так что, если кому-то интересно... Мы с вами рецидивисты. Как сложилась моя жизнь в Канаде. Два уголовника. И через что я прошла. Вот, пожалуйста, мои книги. Кстати, русскую книгу я могу... На русском языке книгу я могу выслать по почте. Потому что по каким-то причинам Амазон сейчас... Раньше можно было ее купить на Амазон. Сейчас там у них прошла небольшая перетрубация. И они книги на русском языке больше не печатают. То есть я с удовольствием вышлю книгу. Если вы мне переведете 25 долларов... Борис поставит мою веб-сайт, я надеюсь, под нашим видео. Вы можете... У меня есть там контакт. Кнопочка такая. Сюда щелкните. Вот. Если вы мне пошлете сообщение со своим адресом... То есть я с вами свяжусь и с удовольствием вам пошлю книгу. Книга об эмиграции. Я приехала сюда в 90-м году. Немножечко я возвращаюсь в периоды жизни в Советском Союзе. В 90-м году. В 90-х, Борис тоже об этом говорил, было такое чувство, что земля горела под ногами. Было страшно. У нас был бизнес довольно-таки успешный. Убивали, стреляли, взрывы на все эти бизнеса. Тогда назывался кооператив. По жаргону были наезды крышующих бандитов. Ну, в общем, было ужасное время. И мы сюда приехали. И это немножечко об эмиграции. И о том, что случилось потом. То есть у меня жизнь была вот такая. Я была на самом верху, общалась с очень влиятельными людьми. Была в таких кругах. И потом я очень низко упала. И сейчас я опять коробкаюсь наверх. Готовлю к публикации еще две книги, как я сказала. Ну, и немножко у меня поменялась, конечно, философия и мировоззрение. И я где-то очень с Борисом... Ты говорил Звонецкий. Марин, ты еще за то не отсидела. Да, да. Вот, поэтому счастье у нас в голове. И никакие материальные блага не принесут нам счастья. Счастье – это то, как мы смотрим на мир. Большое вам спасибо. Я надеюсь, вы все-таки расскажете детективную историю в следующий раз. Отлично. Договорились. Кстати, книгу я Марину читал. Мне очень понравилась. История мне ее не понравилась. Это глубокая трагедия. И я, по-моему, приводил пример этой истории в своей книге «Разочарование правосудия». Когда, по сути дела, полицейские провоцируют человека, находящегося в тяжелом состоянии стресса, под большим давлением и буквально заставляют под запись сказать то, что им нужно, а потом обвиняют в самых страшных преступлениях. Да, это случилось со мной. Вот. В принципе, такие вещи не должны приниматься к рассмотрению, потому что… Но у нас в Канаде это уже не первый раз. Это нормальная совершенно практика. Я приводил пример, когда несколько молодых людей исламского вероисповедания, к ним присоединился уже зрелый мужчина 40 лет, стал их, так сказать, главой, организовал исламистскую организацию террористическую, и потом всех их сдал, потому что он был представителем федеральной службы, и они готовили под его наводки обезглавливание премьер-министра. Идея была его. То есть, обратите внимание, вы можете пойти на улицу, собрать сколько-то ребятишек, устроить с ними банду, всех их записать, а потом вот взять и сдать. Да. Красота. Зачем искать настоящих террористов, когда гораздо легче сделать своих собственных? Ой, это больная тема еще одна. Да. Хорошо. Большое спасибо. До свидания. Хотела послать… Ладно, пошлю. Сейчас уже начала. Все. Всего доброго всем. Пока-пока. 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 Пока-пока.